МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Сегодня мы опять на стрельбище. Мы продолжим тест патронов азот, но только в реальных условиях и будем стрелять по металлическим мишеням разных конструкций. Наше первое испытание – это скоростная стрельба. У нас 10 патронов в магазине, у нас ружье с цилиндром, и мы стреляем с дистанции 10 метров. Мишенями станут вот эти 10 металлических поперов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После скоростного отстрела можно сказать, что патроны 28, 34 и 36 граммов обладают приблизительно одинаковой отдачей. Патроны 30 граммов обладают более сильным импульсом отдачи, и их сложнее контролировать при серийной стрельбе. Также я протестировал 26-граммовые патроны. Из всей азотовской серии для практической стрельбы заметно, что у этих патронов самая мягкая отдача. Благодаря этой мягкости с 26 граммами удавалось показывать самые быстрые серии, но возможны проблемы на некоторых полуавтоматах с циклом перезарядки. Разница между 28 граммами и 26 граммами – это 12 дробин. Те самые 2 грамма. Что один патрон, что другой, начинают иметь проблемы с поражением тяжелых мишеней с дистанцией 35 метров. А вот для помпы 26-граммовый патрон – это самое то. На помпе у вас нету компенсатора, на помпе у вас нету механизма, который поглощает энергию отдачи, поэтому пинок от отдачи чувствуется сильнее. Поэтому патрон, который пинается меньше, ценится выше. При этом проблем с перезарядкой и на помпе никаких нет. Сами понимаете почему. Ко мне попала коробка очень интересных патронов. Это энерджи с дисперсантом. Дисперсант – это такой пыш-контейнер, который делает большую-большую осыпь. И он должен прибавлять плюс 5 к скорости и плюс 10 к везению. Вот мы посмотрим на эти новые экспериментальные, даже еще не маркированные патроны и постреляем по поперам на скорость. Патрон произвел хорошее впечатление. Как ни странно, несмотря на то, что заряд у него тоже 30 граммов, но отдача по субъективным ощущениям показалась меньше. Сама идея применения дисперсанта в патронах для практической стрельбы заключается в следующем. Сделать осыпь очень широкой, когда она будет покрывать большее пространство с большим шансом попасть в те мишени, где мы совершили ошибку в прицеливании. Поэтому я тестировал патроны в такой ситуации, где наибольшая вероятность ошибиться в прицеливании. Это стрельба по движущимся мишеням, по летающим керамическим тарелочкам, стрельба в движении, стрельба из неудобных положений. И здесь себя лучше всего проявили патроны с дисперсантом и патроны с большой навеской 36 и 34 грамм. Следующим этапом нашего тестирования была оценка возможностей патронов повалить мишени на разных дистанциях. Если говорить о попперах, то тут важнее не то, на какой дистанции вы по ним стреляете, а то, как они отрегулированы. Если они стоят с сильным наклоном, то их не повалишь в упор. А если они стоят на большой дистанции, но на соплях, то одна дробина может быть достаточной для того, чтобы они упали. Тарелки же тестировались с нами так бы, как бы они были установлены на соревновании, то есть с небольшим наклоном вперед. Стрельба велась с отметок 20, 30 и 40 метров. До 30 метров все патроны уверенно поражали тарелки. После 35 метров сошлись с дистанцией 26 и 28 граммов. 36 и 34 грамма оказались способными поразить тарелки до 40 метров, если было накручено сужение чок. Но одно дело иметь способность поражать тарелки на дистанции 40 метров, а другое дело практический смысл стрелять на такой дистанции. Лучше уж подойти поближе и уверенно поразить мишенью, чем рассчитывать на удачу. А сейчас мы попробуем поставить рекорд дальности. Мы стреляли на дистанции до 40 метров, и теперь мы накрутим чок и будем стрелять на дистанцию 50 метров 30-ти граммовым патроном. А вот матч! Вместе с остальными патронами я также протестировал и пулю. Азот выпускает пулю двух навесок 28 и 32 грамма. И возможности этой пули хватает за глаза для любых соревнований. Почему-то говорят, что из ружья попасть на дальнюю дистанцию сложно, но вопрос только в том, пристрелено ружье или нет. Поэтому с нормальными патронами, с нормальным прицелом легко можно попадать на дистанцию 100 плюсом метров. Здесь где-то около 110 метров. Есть! И подведем некоторые итоги. 28 грамм. Как мы и ранее прекрасно знали, это патроны с хорошей, очень контролируемой отдачей. Поражают мишени с чоком на дистанциях до 35 метров. И прекрасно подходит для стрельбы по бабкам. 30 граммов. 30 граммов. Хороший импульсный патрон. Этот патрон, он тяжелый в плане контроля отдачи, если вы делаете 5, 6, 7 выстрелов. И прекрасно подходит для того, чтобы аккуратно с сужением отстрелять дальние мишени. Он великолепно справился не только с 40 метрами, но поразил мишени даже на 50 метров. Это наш маленький рекорд. Патроны 36 и 34 грамма. Эти братья-близнецы просто созданы для того, чтобы стрелять с цилиндром, созданы для того, чтобы стрелять быстрыми сериями. И если у вас предстоит матч, на котором немного бабок, вам лучше всего использовать именно этот патрон. 26 граммов. Достаточно свежий патрон. Патрон прекрасно подходит для помпы. У него отдача еще мягче, чем у 28 граммов. Но из-за того, что импульс недостаточный, наверное, он не очень хорошо подходит для полуавтоматов типа Вепрь 12 и Сайга 340, 0.30 и им подобные. Поэтому лучше всего использовать этот патрон на помповых ружьях, там, где у вас нету дальних мишеней. Пуля. Как мы видели, пуля уверенно кладет мишени на расстоянии 110 метров, попадает и ложится в достаточно плотную группу. Поэтому мы смело забываем про миф о том, что 50 метров это максимальная дистанция для ружья. Нет, наверное, 150 это больше, ближе к правде. Поэтому учимся стрелять, настраиваем прицелы и не имеем никаких проблем с пулей. А на этом все. Приходите на стрельбище, стреляйте с удовольствием и увидимся снова. Продолжение следует...